ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ Профессий много, но прекрасней всех кино Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ ФИЛЬМ, 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 ФИЛЬМ Начали! Всем привет! Вы в проекте «История одной достопримечательности» МОСФИЛЬМ Советская и российская киностудия Одна из самых крупных киностудий в Европе На МОСФИЛЬМе производится основная масса российской кино, теле- и видеопродукции Площадь территории занимает почти 35 гектар Столетию МОСФИЛЬМа посвящен наш сегодняшний выпуск В 1923 году на базе национализированных кинофабрик Александра Ханжонкова и Иосифа Ермольева Была основана первая государственная кинофабрика Совкино Которая впоследствии стала знаменитым МОСФИЛЬМом Предприятие Ханжонков и компания работала с 1906 года Сначала как прокатная компания, поставляющая в кинотеатры новинки немого кино Потом как киноателье с собственным производством Это была одна из самых мощных московских киностудий Где за 30 лет сняли более 400 художественных, документальных и мультипликационных лент Киноателье Ермольева работала с 1915 года И до начала национализации кинопромышленности успела выпустить около 120 фильмов Получив распоряжение съемочные павильоны и оборудование из киностудий Первая государственная кинофабрика сразу приступила к съемкам Патриотического детектива пролетчиков На крыльях ввысь Режиссер Борис Михин Премьера фильма состоялась 30 января 1924 года И эта дата стала официальным днем рождения киностудии Мосфильм Закладка первой очереди новой кинофабрики состоялась 20 ноября 1927 года На Воробьевых горах близ Слободы-Патыльхи К февралю 1931 года по проекту архитекторов и инженеров софкино Брокмана и Войнова Был построен главный корпус в стиле конструктивизма В нем размещались четыре больших съемочных павильона Подсобные помещения для всех необходимых цехов и служб Актерские комнаты и монтажный цех С появлением звука архитектором госкинопроекта Модестовым и технологом Баташовым В 1935 году был подготовлен проект двухэтажного здания в стиле неоклассицизма Строительство удалось завершить лишь в 1954 году В 1936 году введение Мосфильма была передана Ялтинская киностудия В октябре 1938 года на Мосфильме была организована мастерская комбинированных съемок С началом Великой Отечественной войны было принято решение Об эвакуации важных стратегических предприятий, в том числе и киностудии 14 октября 1941 года эшелон с сотрудниками, оборудованием, реквизитом и костюмами Был отправлен в Алма-Ату В зданиях на Воробьевых горах остался работать цех специального назначения В котором выполнялись военные заказы Изготавливались детали для понтонных мостов и десантных лодок Всего за военные годы на Мосфильме было создано около 20 полнометражных картин Среди них легендарный фильм в 6 часов вечера после войны Эта картина стала знаковой для советских людей Ведь до победы было еще далеко, шли упорные бои А в фильме уже шло празднование Великой Победы И измученные войной люди, посмотрев фильм, верили в то, что победа уже близка Материн в саду Синдагогуляя Материн в саду Синдагогуляю Вася! 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 Даже в 40-е кинопроизводство продолжало развиваться. В 1944 году на специально созданной для Мосфильма аппаратуре был снят один из первых цветных фильмов, а в 1946 году картина «Раменный цветок» уже получила международную премию на Каннском фестивале за лучшее использование цвета. В послевоенные годы киностудия вошла в перечень объектов, требующих не только восстановления, но и модернизации. В 1946 году принято решение о ее расширении и реконструкции. В 1948 году архитектор Лавров разработал проект «Большого Мосфильма». Всем известный символ Мосфильма – скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» в качестве заставки впервые появилась в картине «Весна» 1947 года. А с 1948 года скульптура стала официальным символом киностудии Мосфильм. Специально для Мосфильма Вера Мухина сделала метровую копию «Рабочего и колхозницы», которая и по сей день стоит в витрине первого этажа главного корпуса киностудии. В 1953 году после смерти Иосифа Сталина принято решение о расширении объемов кинопроизводства. Вновь встал вопрос о модернизации студии. В 1954 году директором назначен Иван Пырьев. Началось строительство «Большого Мосфильма». Дорогостоящий проект 1948 года изменили. От «Сталинского ампира» сохранились несколько парадных деталей на фасадах зданий вдоль Мосфильмовской улицы и пышно декорированная чугунная ограда при въезде на студию со стороны «Воробьевых гор». На территории появились два больших здания с шестью новыми павильонами, тонн студия и другие объекты. В каждом из корпусов блоков находилось по три съемочных павильона, отделенных звукоизолирующими воротами от коллекторов для предварительной сборки декораций. В верхних этажах располагались помещения для съемочных групп. По тому же плану «Большой Мосфильм вдоль Воробьевского шоссе» в 1964 году для размещения киногрупп был возведен пятиэтажный производственный корпус. В 1998 году генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» назначен кинорежиссер Карен Шахназаров. К тому времени материальная база и оборудование киностудии морально и технически устарели. В 2000-х годах прошла масштабная реконструкция всех павильонов. Было закуплено современное системное оборудование и киноаппаратура. На студии организованы бесплатные курсы по подготовке специалистов кинопроизводства, администраторов съемочной группы, вторых операторов, инженеров звукозаписи, редакторов и сценаристов, механиков по обслуживанию съемочной техники, ассистентов, режиссеров и художников, художников-декораторов и других. На базе «Мосфильма» производится большинство современной российской кинопродукции. Кинофильмы, телесериалы, рекламные ролики, телепередачи, музыкальные видеоклипы и другие. При киностудии работает музей и экскурсионное бюро. Оно организует программы, позволяющие узнать об интересных фактах из истории киноконцерна «Мосфильм» и снятых фильмах. Увидеть декорации, костюмы, технику, которые использовались во время съемок. Добраться до «Мосфильма» проще всего от станции метро «Киевская». До остановки «Мосфильм» идут многочисленные автобусы и маршрутные такси. А в хорошую погоду можно прогуляться от этой же станции до «Мосфильма» пешком, любуясь красавицей Москвы. Вот и все, что мы хотели сегодня вам рассказать. До новых встреч! Всего вам доброго! И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино – волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Ах!